Снежинка Шестилучевая звезда, а Магеддавид – шестиконечная звезда. Их это не смущало. Сегодня я расскажу о том, как они боролись с мирным атомом. Вот на рисунке модель, предложенная выдающимися учеными Бором и Резерфордом. Три орбиты и в середине ядро атома. Это стало международным символом, признанным символом. Он также тиражировался и в Советском Союзе. Как обозначение научных исследований в этой сфере, как обозначение ядерной энергетики и так далее. Все было до поры, до времени вполне благопристойно. Но однажды кто-то прозорливый обратил внимание, что у мирного атома шесть концов. Три орбиты, каждый имеет свое окончание, свой выступ. А шесть – это был очень зловещий признак. И с Магеддавидом стали, с несуществующим Магеддавидом, стали бороться. Эту историю рассказали мне коллеги из параллельной редакции. Мы вместе выпускали свои газеты в крупной московской типографии. И у них случилась история, от которой потом колотила наутро всю редакцию. Да и не только редакция, вся журналистская Москва тут же об этом узнала. По традиции в праздничные дни на первой странице должен был быть гравированный рисунок, плакат, который обозначал, как радужно и как безоблачно и лучезарно советские люди смотрят в светлое будущее. Там были одни и те же персонажи. Рабочий, с каким-то инструментом, колхозница, со снопом. Обращаю ваше внимание, что стандартный сноп весит 7-8 килограммов. Этого никого не смущало. Пускай тянет. И потом к ним добавился интеллигент. У меня нету такого рисунка, но фрагменты от него я могу вам представить. И так первоначально шел рабочий и колхозница. И обратите внимание, в руках у него был не сноп, а просто пучок колосьев. Но пучка было мало. Его следовало расширить. Потом к ним добавился интеллигент. Ну, интеллигент, как правило, его рисовали в очках. Иногда позже позволяли какую-то легкомысленную бородку. Ну, неважно, интеллигент. И вот на этом рисунке они шагали втроем, слегка полуобернувшись к читателям газеты. Рабочий нес отбойный молоток, колхозница тянула свой сноп, а интеллигент нес в протянутой руке мирный атом. Это был его символ. Понесли оттеск в цензуру. Цензор посмотрел и вдруг ни с того ни с сего сказал, тыкнув пальцем в мирный атом, «Я этот сионистский символ в печать не пущу». Все растерялись. Заказать новый рисунок уже было невозможно. Это происходило все поздно вечером. Изменить тоже ничего нельзя. Главный редактор подумал, потерзался и сказал, так, спилить. И пошли в цинкографию. Зачем они туда пошли? Вот перед вами то, что называется газетное клише. Это цинковая пластина с изображением. Она набита на деревянную колодку. И снизу подклеена бумага, чтобы добиться нужного уровня. Такую пластину покрывали светочувствительным слоем и затем проецировали на нее изображение. А потом в специальной камере травили кислотой. Те места, которые должны были превратиться в изображение, оставались на прежнем уровне. А те, которые следовало убрать, уходили, понижали уровень. Видите, здесь очень хорошо это видно. И при печати краска ложилась только на выпуклую часть. Получалось черное изображение на газетном листе. А то, что было ниже, эти участки оставались белыми, незанятыми. Это называется высокая печать. Когда выпускающая группа пошла в цинкографию и объяснила работникам, что от них требуется, те спокойные люди сказали, да, пожалуйста, спилить так спилим. Взяли фрезу и эти три орбиты начисто извели. Принесли клише в верстальный цех, сделали оттиск. Получается, что-то совсем несусветное. То есть рабочий опять-таки со своим отбойным молотком, колхозница влачит все тот же сноп, а интеллигент в согнутой ладошке то ли подбрасывает копеечку, то ли пинг-понговый шарик. Редактор подумал, говорит, и это спилить. И ядро атома спилили тоже. Ну и получилось. Рабочий идет с рабочим инструментом, колхозница идет с частичкой урожая, а интеллигент идет с протянутой рукой, что, в общем, тоже соответствовало действительности. Правда, было далеко от замысла тех, кто этот плакат изображал, кто его заказывал, кто рассчитывал увидеть его на первой странице. Позже с мирным атомом начались странные трансформации. Сначала решили убрать одну орбиту. Плевать на физику. Но получилось, что двух орбит все-таки маловато. Тогда, наоборот, добавили одну. Появился мирный атом с четырьмя орбитами, а потом еще с большим количеством. Но главное, что уже Макин Давид в нем не угадывался. Продолжение следует...